Привет всем, вы на канале Санита, с вами Настя Бабич и я приготовила для вас самые интересные новости на сегодня. Начинаем! Итак, появилась информация, что сотни граждан Беларуси, покинувших свою страну из-за протестов 2020 года, якобы проходят военную подготовку на территории Польши для того, чтобы свергнуть режим Александра Лукашенко. Как пишет издание The Times, тренировки проводят бывшие офицеры белорусских силовых структур Бипол, которые также были вынуждены покинуть свою страну. До этого партизаны, связанные с Бипол, уже провели несколько удачных операций на территории Беларуси. В Беларуси данную организацию признали экстремистской. Участники тренировок готовятся ко дню, который между собой называют временем Х, когда они вернутся в Беларусь, чтобы сразиться с режимом. В начале июня Лукашенко рассказал, что в Польше, Литве и Украине западные страны обучают членов незаконных вооруженных формирований, чтобы свергнуть его. Также он отметил, что в самой Беларуси отмечаются попытки создания спящих экстремистских ячеек. А тем временем Альтернатива для Германии планирует начать кампанию выхода страны из ЕС. Альтернатива для Германии заявила, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться распуска Европейского Союза или выхода из него Германии. Как сообщает ДВ, об этом говорится в их партийном сообщении. Как отмечают в политической силе, терпение лидеров партии в вопросе ЕС исчерпано. Поэтому они выступают за распуск ЕС и хотят основать вместо него новое европейское экономическое сообщество и сообщество интересов в Федерацию европейских наций. Партийная конференция должна проголосовать за эту позицию в конце июля. В последние недели известные члены основных немецких партий выразили тревогу по поводу нового опроса, согласно которому Альтернатива для Германии получает рекордную поддержку. А тем временем опасная ситуация произошла с экскурсионной субмариной, которая отправлялась к обломкам Титаника. Экскурсионная субмарина Ocean Gate Expedition пропала накануне в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд, где на глубине 3800 метров лежат останки Титаника. На борту находятся 5 человек – капитан, ученый и три туриста. Один из них – британский миллиардер Хемиш Хардинг. Субмарина должна посылать сигнал на базу каждые 15 минут. В понедельник вечером связь с ней пропала. Подлодка погрузилась в воду в воскресенье утром. А это значит, что кислорода на борту хватит до полудня четверга, как говорят специалисты. Поиски осложняются тем, что на морском дне находится множество обломков Титаника. Найти среди них небольшую субмарину в кромешной темноте крайне трудно. Однако поиски продолжаются и надежда еще остается. Будем следить за данной ситуацией. А тем временем в Германии новые правила для автомобилей на украинских номерах. С июля в Германии вступают в силу новые правила использования автомобилей на украинских номерах. Вместо смены учета для владельца вводится технический осмотр транспортного средства. Это касается тех автомобилей, которые находятся в Германии свыше года. В первую очередь беженцам нужно получить специальное разрешение на временное продление пользования украинским номерным знаком. В заявлении нужно указать, что человек не хочет постоянно находиться в Германии. Обязательными условиями для получения разрешения является страхование транспортного средства, сертификат о проверке безопасности транспортного средства, декларация, что транспортное средство не будет находиться в Германии постоянно. Соответствующее разрешение необходимо всегда хранить в транспортном средстве. И оно действует только на территории Германии. Незастрахованный автомобиль могут конфисковать. Водитель должен иметь при себе зеленую карту или подтверждение приобретения пограничной страховки и предъявлять это во время проверки. Заявление на освобождение от регистрации можно подать в органы государственной регистрации. Важное условие, если регулярное местонахождение автомобиля не в Германии. В противном случае автомобиль должен быть срочно зарегистрирован в Германии. Немецкая регистрация станет обязательной с 1 апреля 2024 года. Украинские автомобили освобождаются от налогообложения сроком до 1 года. При выезде и возврате годовой срок начинает отчитываться снова. Через год налогообложение в 186 евро возобновляется. Это вся информация, которой я сегодня хотела бы поделиться с вами. Если вам понравился сегодняшний выпуск, то поставьте лайк в знак благодарности. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали и до следующего выпуска. Ну и конечно, давайте вежливо и культурно обсудим сегодняшний выпуск в комментариях под этим видео. Пока!